Добрый день, дорогие друзья! Я в Ленинграде, ну никак я не перестроюсь в Ленинград, это называется Санкт-Петербург. Я учился здесь, я сегодня встретился со своим хорошим знакомым, если угодно другом, в котором мы начинали учебу в Медицинской Академии в 1983 году. В дальнейшем я ушел, продолжил обучение в Первом Московском Медицинском Институте Министичного, который закончил. А в 1983 мы поступили, и вот Андрей Некрасов... Я прошу прощения, маленькая ремарка, надо сказать, что продолжил обучение на Северном Флоте, после чего, так сказать, появился стимул, так сказать, продолжать обучение, так сказать, в Первом Медицинском Московском Институте. Да. Не иначе. Конечно. А как иначе? Мы же присягу приняли 5 августа 1983 года на Красной Горке, поэтому если человек принял присягу, так уже ага. Вот. И я просто говорю, цель ролика не только вот рассказать вот Андрею, он известный человек Андрей Александрович, да? Да. Папа Саша. Да. А сказать, что все возможно у русских, потому что вот некоторые говорят русские, там, не талантливые, мусорные нации, ну, понятно, кто говорит, а не о всех нациях так говорят, но это глобалисты, экуменисты, ну, кто еще? Ну да, которые придумывают все эти вот эксперименты, так называемые, их ранее разные, хотя, в принципе, четыре всадника мы знаем, это эпидемия, голод, война и антихрист. Ну да, ну это же не мы, это же написал-то известный художник, друг Шаляпина. И все возможно. Андрей он местный, я из Курска приехал, так сказать, у меня жена сирота, тем не менее, получилось и у него замечательный проект, он лечит, помогает людям операционная, восстановительная, реконструктивная медицина. У меня стоматология очень полезна и то, и то. И самое главное, что и оба бизнеса мы сделали с нуля, и оба бизнеса успешные. У меня вот в следующем году будет 20 лет, только в Мытищах. До Мытища у меня еще были клиники в городе Видное и в Москве, около Домодедовской. Андрей тоже давно в министерском бизнесе. Поэтому к чему я говорю? Если бы нам дали спокойной жизни, хотя бы честной, спокойной жизни, когда бы нас не травили, не душили, то рассвет был бы. Потому что талантливый, спокойный, трудолюбивый русский народ. Российский. Российский. Нет, но мы... Сейчас нельзя говорить. Ну и сейчас еще не закатный, да, то есть Надежда, она всегда есть. Вера, Надежда, Любовь. Наденька, она вот такая девушка. Да. Мы не сыпем, мы не сыпем, так сказать, пеплом голову. Безусловно. Конечно, будет. И по порочествам будет. Я просто говорю про то, что нужно ценить, помнить. Очень важно, когда ты идешь куда-то, знать путь, траекторию. Куда ты идешь и зачем? Для этого есть штурманы. Если мы говорим про флот, мы учились на четвертом факультете, мы не сказали. Это начальник медицинской службы атомной подводной лодки или надводного корабля. Любой подводной лодки. Ну, обычно считалось... Была дизельная подводная лодка, да. Совершенно забирает. А сколько телес уже? Слушайте, ну, в общей сложности потом в качестве начальника медицинской службы год. Ну, и правильно. Нельзя задерживаться, затягивай. Вот. Так что, по поводу пути, я сказал, что нужно знать. И последнее... Все, Андрей, сейчас заканчиваем. И последнее, это то, что очень важный, самый такой ключевой момент. У нас все получится. И получится победить в войне. Получится создать, ну, бизнес-слово, не очень хорошее предприятие. А что губит Россию, знаете? А губит ее предательство власти, предательство лидеров. Ну, я аккуратно говорю про себя. Вот. Потому что это проще вырвать победу. Это уже бывало не раз. И произошло это в очередной раз. Это тоже нужно понимать. Потому что это тоже штурманская карта для того, чтобы прийти в точку счастья. В точку спасения. Поэтому я очень рад, что у меня такой, можно сказать, и друг. Потому что прошло 40 лет, как мы увиделись. Мы увидели с ним в 83-84. Сейчас у нас второй. Да. Прошло почти 40 лет. Но мы не изменились. Я вот смотрю на него те же... Та же мимика. Та же душа. Только чуть вот повзрослели. И опыление произошло. У кого-то облетело, у кого-то побелело. Но мы так же молоды, так же счастливы, так же готовы трудиться, любить ближнего, оказывать помощь высококвалифицированную. Я помню, на первом курсе один из профессоров сказал, ребята, власть в вас вложит, каждого из вас, миллион долларов. Помнишь? Я так в шоке был. Нифига себе, сколько нас лавров тут. И это правда. Нас хорошо учили. Спасибо, Андрей, за встречу. Будем жить. Будем надеяться, все будет хорошо. За большую помощь. Смотреть с оптимизмом. Безусловно. Спасибо. Спасибо, дорогой. Будем жить. Спасибо.